всем привет вы на канале давудов арт меня зовут денис я художник сегодняшнее видео мы с вами поговорим о том как создавать обложки для исполнителей как зарабатывать на этом деньги особенно в такой жизненный период как самоизоляция это очень неплохой вариант заработка денег если сейчас совсем все туго у художника и дизайнера я вам расскажу пару тонкостей как можно найти клиента и как на этом можно заработать покажу парочку своих примеров уже готовых обложек которые есть на треках который разумеется можно найти в поиске посмотреть послушать музычку и как вы поняли из названия этого видео я расскажу вам о своем сотрудничестве с газаном и гидоятом создателями хита корона минус конечно я для них не делал эту обложку но я делал несколько для них других обложек и о нашем сотрудничестве я вам конечно расскажу в этом видео расскажу сколько стоит обложки такие как оценивать свой труд и как не прогадать с этим особенно не занижать свою цену своего труда это самое важное для молодых художников потому что многие пользуются этим ну что ж приступаем к видео я считаю что обложка это лицо песни и она должна быть выразительной качественные стильные ведь первое что люди видят это в новостной ленте и в stories это именно обложка а потом уже думал слушать им трек или нет если конечно они не яркие фанаты или хейтеры артист существуют технические требования к обложке первое в качестве обложки альбома может быть использована только высококачественное изображение формате джипег виде квадратного изображения с разрешением 3000 на 3000 пикселей изображение не должно быть размытым пикселированным несовпадающим не выровненным некорректным или иметь другие проблемы с качеством картинки графики и артворк также подлежат закону о защите авторских прав как и музыка вы не можете использовать чужую обложку или авторскую картинку найденную вами в интернете в своем опыте я создавал некое количество обложек скажу вам честно я всегда за цена качество но порой делаю лучше чем не готовы платить что говорить не могу делать на отвале для меня важны перспективы дальнейшего сотрудничества поэтому всегда что-то переделал чтобы люди обращались ко мне еще раз это мой хлеб все-таки поэтому очень часто приходилось и приходится что-то терпеть например переделай то сдвинь буквам 2 миллиметра вверх или вниз нарисуй шрифт свой и тому подобное бывало так что работал два дня заказчик все переделывал в итоге тот результат что вышел был совсем другим от первого и его не приняли денег разумеется конечно же я не получил кстати вот вам совет всегда берите предоплату даже у вас если заказывают друзья или знакомые и вносите дополнительную плату трех правок например за каждую на своем опыте я делаю три бесплатные правки в обложке а дальше пускай человек уже доплачет трех правок бесплатно достаточно чтобы переделать ту или иную работу под человек а дальше как я считаю уже начинается борьба вкусов и пускай человек если хочет что-то менять то пускай платит дополнительные деньги в этом нет ничего плохого что имел удовольствие работать с адекватными заказчиками и обычно они готовы платить любую сумму какую им скажут и не особо выпендриваются не говорят что твои работы столько не стоит я сделал удолжение что заказал у тебя нормально заказчика всегда больше но тут как повезет вы можете подумать что я называю адекватных тех кто хорошо платит но это не совсем так прикол в том что просто именно из тех кто всегда ищет способы подешевле больше неадекватных я бы даже сказал что почти все и дело не в том что у них нет денег понял что такие люди не ценят труд других людей и готовы за каждую копейку хвататься такие люди никогда не хотят платить столько сколько положено торгуешь а когда ты им уступаешь и соглашаешься на работу трепет нервы тратит очень много лишнего времени и сильно придираются к работе ему поправь переделы убери добавь а если это если то и так далее силу вежливости приходится терпеть ведь работу все-таки начала не хочется бросать на полпути я привык каждое свое дело доводить до конца если я уже ввязался в эту так сказать авантюру то я должен ее пройти до конца на своем опыте я имел некое сотрудничество с некоторыми артистами для которых часто рисовал обложки но сегодня расскажу вам о конкретном случае который написал название ролика как вы поняли я создавал обложки для газана и гидоята обложка для трека корона минус делал разумеется не я потому что к этому время наши пути разошлись из-за денежные оценки моего труда начнем с газана для него я создавал обложки для таких треков как вали больно и девица он написал мне через знакомого тот период времени я только начинал рисовать на заказ поэтому с радостью соглашался на любую работу и делал ее не дурно за обложки я начал брать по полторы две тысячи рублей когда он узнал мои цены то очень охотно соглашался сотрудничать со мной я тоже был довольный заказчиком так как он вовремя платил объяснял все подробно что хотел видеть будущие обложки и эти два качества меня вполне устраивали при создании были но иду какие сказал лучше эти правки входили в 3 бесплатно то есть не было больше права после того как я сделал ему пару обложек он попросил помочь своему другу потому что заказал обложку какого-то горе-художника и им ничего не понравилось они не скинули эту обложку я конечно не хочу судить тут другого художника но как бы конечно он не сильно справился со стороны заказчиков мне тоже кажется нельзя людям присылать обложки других людей которые уже делали их потому что это неэтично нельзя оскорблять другого человека даже если сделал он работа не очень хорошо все мы люди всем ошибаемся надо это понять принять и как бы если не нравится заказал у другого заплатил за потраченное время не полную сумму ну какую-то сам ты заказал у этого художника и так этим другом оказался гидаят которому нужна была обложка для трека помпеи который в будущем набрал 450 тысяч просмотров на ютубе обложку ему сделал за 3к к тому времени уже прошло достаточно времени и появилось достаточно заказов я делал стикеры это был довольно большой заказ потом я создавал стикеры для youtube каналов и также различные баннеры для различных организаций которые платили тоже мне нормальные суммы денег и поэтому я принял решение поднимать цену я знал что таким образом отсекется определенное количество людей важно знать что я не задирают цену просто сделал ее чуть больше следующий раз когда эти парни обратились ко мне снова цена была уже другой естественно мне отказались мне стало понятно что они были числа тех кто хотел не тратить столько сколько я считал нужен поскольку я оценил свое творчество и наша совместная работа была закончена через время они выпустили совместный тег корона минус где я уже слышал они по мнению одного ютубера с плагиателем мелодии из песни сява а теперь оригинал я ни в коем случае не отношусь к ним негативно потому что сейчас так делают множество артистов но правда всегда всплывает наружу какой из этого итог друзья первое хороший и представительный дизайн не может стоить копейки если вы начинающий туда набиваете свою клиентскую базу но я в творчестве уже много лет представлял не раз свои произведения на выставках в своем городе не только был опыт выставок на международном уровне и я продавал свои картины в германии и исландии поэтому я уже давно знаю цену своему творчеству 2 это действительно хорошие артисты не будут экономить деньги из своей карьеры и всегда делают что-то уникальное и запоминающие например скриптонит который как мне кажется основал новое направление в русском рэпе если так можно сказать егор крит с его много миллиона аудитории несколькими песнями в тот самых популярных века как вы думаете разве они платят кому-то до трех тысяч рублей чтобы стать теми кто они есть сейчас как вы думаете сколько стоит обложки imagine dragons которая я считаю одними из лучших пишите свои ответы в комментариях как по мне хороший дизайн не должен стоить дешево потому что человек тратит не один час на это и к этому идет к своему развитию чтобы рисовать так тоже не один час он тратит очень сильно много сил и энергии на это а про газа на гидая то хочется сказать просто люди заказывают там где дешевле они не знают на самом деле сколько стоит этот труд им важно сэкономить и сделать как сделать да им попался я который делал недорого и качественно но если посмотреть просто на их видео то же самое помпеи которые они мира в ли выложили youtube поверьте мне они там заплатили не больше полторы тысячи рублей за это монтаж этого видеоролика и ну она видно как говорится если хочешь делать круто нужно начать со стиля ну что ж друзья я рад что вы посмотрели мой видеоролик надеюсь вам понравилось как говорится вот он тема для размышлений прав я не прав пишите сами меня в комментариях буду рад каждому комменту отвечу на все как говорится спасибо всем за внимание всем пока всех обнял а